АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Они говорят, будь собой. И я доконал сам себя поисками своего судобного «Я». В каждом поступке, в каждой книге по «Салхелпу» я искал свое отражение, как сегодня искал его в глазах бомжа, который мукилл сотку метро и находил лишь пустоту. Почему я не чувствую любви? Это любви, о которой все говорят. Где мой должный позитив? Я иду в магазин, чтобы послушать музыку. Это снова какие-то легучие медитации на тему вселенской любви и гармонии. И вдруг я вижу его, спящего у магазина бомжа. И я обливаю его, обливаю бомжа водой. Кто я, мать твою, такой, что я такое? Они говорят, будь собой. Но, блядь, я имею полное право притворяться кем угодно, перед кем угодно. Я буду на собеседниках, я буду даже психотерапевту. Ваш срок работы на предыдущем месте миллион лет, нахуй. Ты был сегодня на работе, о да, трудился в поте лица. Тебе нравится мой новый фан-пик? Безусловно, ты гений, талант. Можно что-нибудь еще прочитать из последнего? Они говорят, будь собой, но, блин, я имею полное право притворяться кем угодно, перед кем угодно. Спасибо. Второе. Каждый час, пока мы тут сидим, уже два человека в мире умерли от диагноза анорексия. Этот стих посвящается им. 0, 50, 0, 50, 100, 0, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 300, 250, 200. 150, 100, 100, 0, 100, 150, 0. И все это умножить на 3, а потом просто нули. Если ты вдруг понимаешь, о чем я, то мне очень жаль. Но не тебя пройми. Ведь я вижу твою невероятную силу, твою злость, твое умение идти к цели, силу воли и самоконтроль. Но мне просто жаль, что все, что ты видишь в себе, это несложно. Это немного экспериментальный стих «Performance». Он называется «Опустошение». Вот он. Я все сказала. Спасибо.